всем привет меня зовут диана имрагимова я инструктор по женской гимнастике рождение звезды и я долго и эти две роли очень здорово объединяются потому что они про женское здоровье про женский путь про то как быть здоровой женщины и естественно рожать и как рожать с поддержкой и физическом и в каком-то эмоциональном плане гимнастика очень здорово влияет на женское здоровье я это вижу и слышу отклики от женщин которые приходили ко мне на занятия и в процессе дальнейшей жизни у них появляются дети и с гимнастикой это происходит намного проще то есть есть сравнение на жизнь до гимнастики и после и вот процесс рождения ребенка до гимнастики и после и в процессе уже и мне хочется сейчас рассказать про то кто такая доула и в чем заключается ее задачи в чем заключается ее функции и что конкретно она может делать потому что я сталкиваюсь с тем что в каких-то кругах акушерская беременно дульских это слово распространено и такое складывается впечатление что на что уже об этом говорить об этом все знают и все могут открыть интернет и прочитать но на самом деле когда встречаешься и общаешься с людьми немного отстраненными от всей этой истории сидел от круглые глаза и и переспрашивают что как что это за слово такое откуда оно пришло и что оно означает и вообще для чего нужно долго это очень спорный момент на самом деле потому что доула не несет в каких-то таких правилах в каком-то таком понимании медицинском она не несет ответственности за процесс рождения ребенка но при этом границы и понятий аппарат очень размыт что делает так вот долл а это в первую очередь поддержка для женщины поддержка в ее пути именно в том пути который выбирает конкретная женщина то есть женщина может выбрать пойти рожать просто в роддоме бесплатно и попросить поддержку доллы может выбрать пойти рожать в какой-то платный центр или роды по контракту и снова взять собой доллу как такого спутника и такую вот рядом стоящую фигуру которая будет во всем ее сопровождать и поддерживать и хочется отметить что долла это сопровождение не только родов но и беременности и даже подготовки к беременности то есть если женщина только думает о том что ей хочется иметь ребенка и может быть испытывает какие-то эмоциональные трудности в связи с этим какие-то вопросы может быть испытывает какие-то физиологические сложности с зачатием и вот она может обратиться как раз тоже к долле чтобы прояснить для себя какие-то вопросы и здесь если берется физиологический аспект то я могу рекомендовать конечно же гимнастику как такую очень хорошую подготовку к к родам к беременности вообще вот к этому состоянию и неважно здесь уже вы беременные или еще не беременные то есть ваше состояние в этом не важно да то есть может быть чтобы вам там у вас начальный срок три-четыре месяца и точно также можно обратиться к долле или обратиться к ко мне в связи с гимнастикой до гимнастику тоже можно начать делать на любом сроке и при подготовке и уже в процессе беременности есть какие-то техники безопасности есть какие-то рекомендации для тех кто входит в таком состоянии там на ну на любых срок беременность но все это возможно и все это я уверена что вам поможет и так резюмируя хочется сказать что если вы беременны то я рекомендую начать заниматься гимнастикой если вы хотите поддержать свое женское здоровье в беременность и после беременности восстановительный период также хочется сказать что если вы беременны и еще не решили как рожать где рожать с кем рожать то самое время об этом подумать потому что это очень важно важно понимать для себя чего вы ждете от своих родов это ваши роды вашего ребенка и к этому важно подготовиться подготовиться эмоционально подготовиться физически подготовиться технически то есть выбрать место выбрать людей которые будут рядом и которым вы доверяете и которые будут вас поддерживать в этом волшебном пути удачи вам ваших родов